Приветствую вас, друзья! Сегодня поговорим о лунном затмении и влиянии его на жизнь человека. Давайте, такая теоретическая часть от меня, а потом мы поговорим с точки зрения эзотерики, что означает лунное затмение и как знание о лунных затмениях помогает сделать жизнь радостной, веселой, наполненной и интересной. Давайте просто изучим сегодня самый простой путь, узнать это посмотреть в Википедии. У меня есть друзья астрономы, если интересно, можем встретиться и с ними, но, так как я далек от астрономии, воспользуемся этим ресурсом. Лунное затмение, которое наступает, когда луна входит в конус тени от Земли. Вот у нас конус тени, и вот луна, она вошла в этот конус. Диаметр пятна тени Земли на расстоянии 363 тысяч километров, Минимальное расстояние от Земли до Луны. Или наоборот. Тут от перестановки слагаемых сумм не меняются, поэтому составляет 2,6 диаметра Луны. То есть, 2 Луны в диаметре и еще половинка. Чуть больше. Вот у нас диаметр. Вот один диаметр, второй диаметр, и вот еще половинка диаметра. Поэтому луна может быть затемнена целиком. В каждый момент затмения степень покрытия диска Луны земной тенью выражается фазой затмения. Вот у нас фаза затмения. Солнце светит на Землю, закрывает Земля своей тенью лучи, и Луна получается вот такой в зоне слепого пятна. Грубо говоря, находится. Так, что вы думаете по этому поводу? Какие мысли у вас возникают? Поделитесь смело, так как тут собрались мы собрались обсуждать лунное затмение. Дальше у нас, что мы еще можем сказать? Поэтому Луна может быть затемнена целиком. В каждый момент затмения степень покрытия это мы прочитали. Величина фазы F Это мы прочитали это мы прочитали. Дальше у нас, что мы regular Thursday. У нас, правда, вот это мы сентября Mittelkz. Похоже, есть фаза нет. Это мы, где мы потерялись прекрасно. Ситуировали этот экстремент данный проект. Так, что мы сентября静η, эти те 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 и те 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 и те 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 те, В прочем виде как проблемы возникают. Фаза такая тераптерource такие те covari eine те Вот центр Луны, вот у нас центр Луны, до центра тени, ну, условно, в принципе, Луна находится в этом центре, ну, где-то плюс-минус, может быть, центр здесь, вот, допустим, центр Луны, вот, угу. У кого с глазомером по-лучшему, можете рассказать свои версии, это тоже интересно и важно. До центра тени в астрономических календарях проводятся величины f и тета для разных моментов затмения. Так, величина фазы определяется расстоянием от центра до центра тени. А, то есть, тета – это расстояние от центра Луны до центра тени, то есть, вот у нас. Когда Луна во время затмения полностью входит в тень Земли, Луна вот вошла полностью в тень Земли, говорят о полном лунном затмении, когда частично о частном лунном затмении. Когда Луна входит только в полутень, вот у нас полутень, полутень, вот у нас расходящие лучи, они как бы рассеиваются, и получается такая полутень. Говорят о частном полутеневом затмении. То есть, у нас разные затмения бывают, как минимум три вида тут выделяются. Необходимыми условиями наступления лунного затмения являются полнолуние и близость Луны к узлу ее орбиты. Полнолуние, то есть, Луна хорошо видна, вся видна. И близость к узлу ее орбиты, то есть, к точке, где орбита Луны, орбита Луны, то есть, это, я так понимаю, расстояние, которое проходит Луна за месяц. Ну раз, в месяцах оборот Луны измеряется. Так, пересекать плоскость эклиптики. Кто знает, что такое эклиптика, подсказываем, интересно. Насколько я помню, это что-то связано с таким эллиптическим вращением Луны. Вот у нас эклиптик, вокруг Земли она получается. Да, вот путь Луны, соответственно, экватор и небесная сфера. Вот за год Солнце вращается вокруг Луны, а за месяц Луна вращается вокруг Земли. Наоборот, я имею ввиду, земля вращается вокруг Солнца, а Луна за год обращается вокруг Луны. Вот такая зависимость. И у нас есть еще 8,6 года. Кто знает, что означает это Н1? Пишите в комментариях, будет интересно узнать. Так, эклиптика. Ну, насколько я помню, это Виктория Луны. Ну, пишите свои комментарии, тоже будет интересно узнать. Пересекать плоскость эклиптики. Лунное затмение происходит, когда выполняются одновременно оба эти условия. То есть у нас полная Луния и близость к узлу Луны, к узлу Юр-Виды. Как видно для наблюдателя на Земле, на мнимой небесной сфере Луна пересекает эклиптику. Вот мнимая небесная сфера, Луна пересекает эклиптику. Вот она Луна, вот эклиптика. А когда ее пересекает, когда возвращается с Земли. Два раза. То есть вот здесь пересекает и здесь пересекает. В месяц, в позициях, называемых узлами. Узлами. А, вот это, наверное, Н2 и Н1, это как раз вот узлы, где Луна пересекает эклиптику. Полная Луния может прийтись... А что вы думаете по этому поводу? Еще не стесняемся. И, конечно же, радуемся новым открытиям, новым свершениям, новым знаниям. Луна пересекает эклиптику. Так, полная Луния может прийтись на такую позицию, на узел, когда можно наблюдать лунное затмение. Полная Луния на позицию, на узел, когда можно наблюдать лунное затмение. То есть в одной из этих точек может быть Земля полная. Полная Луния. Хорошо видно. Полная. Все. Ну, большая часть поверхности. Проекция поверхности, так скажем. Пишите, как вы думаете, как это называется по-научному? Тогда можно наблюдать лунное затмение. У Кремича не масштаб не соблюден. Да, тут у нас масштаб не соблюден, просто для наглядности. Все. Ну и давайте про лунное затмение прочитаем. Лунное затмение может наблюдаться на всем полушарии Земли. То есть на всем полушарии лунное затмение. Вот у нас полушарие Земли и на всем полушарии лунное затмение. То есть на всем полушарии. Ну да, как правило, на полушарии бывает затмение. Да. В противоположном, соответственно, солнышко светит. Обращенным в этот момент к Луне. Ну вот мы посмотрели, к Луне обращено это полушарие, поэтому и лунное затмение как раз в нем и будет. На противоположном все в штатном режиме, как говорится, происходит. То есть там, где на момент затмения, Луна находится над горизонтом. Луна находится над горизонтом. На момент затмения. Вид затемненной Луны с любой точки Земли, где она вообще видна, практически одинаков. В этом состоит коренное отличие лунных затмений от солнечных, которые видны лишь на ироничной территории. Максимальная теоретически возможная продолжительность полной фазы, полной фазы лунного затмения, дает 108 минут. Вот такие длины у нас могут быть затмения. 108 минут. Это у нас получается в часах 60 часов 48 минут. Ой, что здесь 60 часов. Час 48, почти два часа. Правильно, если считал, то у нас в математике проверяем. Так, идем дальше. Такими были, например, лунное затмение 26 июля 1953 года, год смерти Сталина, и 16 июля 2000 года. Ну, давайте вспомним, что было в 2000 году. В 2000 году, как вы думаете, какие знаковые события происходили в этот момент, чтобы нам привязать эту информацию к уже имеющейся. Может быть, у вас 953 год с чем-то другим ассоциироваться. Может быть, у вас брат родился. Или кто-то из родственников. Пишите. Пишите. Будет интересно узнать. При этом луна проходит через центр тени. Луна проходит через центр тени. Вот у нас. А луна, она проходит через центр тени. Полное лунное затмение такого типа называют центральными. Вот у нас. Центральное лунное затмение. Они отличаются от нецентральных большей продолжительностью и меньшей яркостью луны во время полной фазы затмения. То есть у нас луна, во-первых, не так хорошо видна, как бледная луна сквозь тучи, мурачное желтело. Ну там другие могут быть цвета. А важно, что ее плохо видно. Плохо видно, почти не видно. И большей продолжительностью. То есть у нас не центральные, могут быть менее яркие, но более продолжительные. Луны и меньшей яркостью луны во время полной фазы затмения. Во время затмения даже полного луна не исчезает полностью. Да, вот вечер от солнца, но хотя солнце тоже такой вот диск остается. Лучики Кряту Бенфранции хорошо видны. Луна не исчезает полностью, а становится темно-красной. Вот у нас многие, например, в Библии есть предостережение о том, что луна превратится в кровь. Вот у нас один из моментов предвестники второго происшествия. из-за чего ее называют кровавой луной. Вот у нас кровавая луна. То есть получается, кто у нас в физике и оптике. Кто объяснит, у красного, по-моему, самая большая длина, или наоборот, самая маленькая спектра красного цвета. Наверное, самая большая. Ультрафиолетовый инфракрасный. Нет, самая маленькая подкрасный. Соответственно, у фиолетового самая большая длина волны. Вот как раз поглощаются все остальные. Желтый он уже больше имеет длину волны. Нет, получается, да, больше длины волны. Соответственно, кто скажет, что, кто в физике хорошо учился, пишите свои гипотезы. Интересно будет узнать. Дальше. Это объясняется тем, что Луна даже в фазе полного затмения продолжает освещаться. Даже в фазе полного затмения освещается. Так как Солнце, оно мощный такой источник света. лунные солнечные лучи, проходящие по касателям к поверхности, рассеиваются в атмосфере Земли. И за счет этого рассеяние частично достигает Луны. Вот у нас солнечные лучи по касателям они рассеиваются и каким-то образом. Так как у нас есть волновая теория света, соответственно, может огибать и рассеиваясь, например, если даже брать плантовую теорию света, ударяясь о какой-то другой объект во Вселенной, они все равно попадают на Луну и она все равно немножко засвечивается. Но если брать волновую теорию света, то они просто огибают препятствия и достигают точки. Ну так вот. Луна достаточно крупный объект, все равно лучи до нее достигают. Так, ну и близкий к земле. Так, а у вас какие предположения по поводу этого? Так, вот у нас соответственно центральные точки, проходящие по красательной рассеиваются в атмосфере земли и за счет этого рассеяние частично достигают Луны. Поскольку земная атмосфера наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно эти лучи в большей мере достигают поверхности Луны при затмении. Вот у нас и как раз объяснение, почему именно красная становится Луна, потому что атмосфера, она любит больше всего красный, красно-оранжевый цвет части спектра. Вот такое вот интересное объяснение. Что и объясняет краску лунного диска. По сути, это тот же эффект, что и оранжево-красное свечение неба у горизонта заря перед восходом сразу после заката. То есть у нас остается солнце уходит на покой, так скажем, но так как атмосфера любит красно-оранжевые цвета, она окрашивает небо, несмотря на то, что солнце уже скрылось за горизонт, соответственно остаются только рассеянные лучи, поэтому вот эти лучи как раз они жадно впитывают краски неба. Небо, вернее, впитывает в себя вот эту красноту оранжевость. Так, для оценки яркости луны во время затмения используется шкала донжона. Давайте мы ее посмотрим. Шкала донжона. что за шкала? Вот у нас очень темное затмение, темное затмение, темно-красное цвета ржавого, кипично-красное и очень ярко-медно-красное. Вот такая у нас шкала донжона. Было бы интереснее, конечно, посмотреть на... но мы можем посмотреть, если время останется. Именно шкалу картинки. Так, донжона. Где же наш донжон? Наблюдатель, находящийся в момент полного или частичного теневого лунного затмения, частного, вернее, теневого затмения на затененной части Луны видит полное затмение Солнца с Землей. То есть у нас не видно не только Луну, но и Солнце. Солнце не видно по объективным причинам, потому что наступила ночь. Частное затмение. Вот мы рассмотрели полное затмение, теперь давайте с частным разберемся. Начнем по крайней мере разбираться. Скоро к нам присоединится Валентина и начнется эзотерические протуберанции. Если Луна попадает в полную тень Земли, полную тень, вот у нас. Полная тень у нас. Только частично наблюдается частное затмение. То есть если она допустим была была как раз ну вот здесь допустим была Луна на частичную бы только попадала в тень. Вот у нас лунное затмение 17-го года, частное затмение 19-го и полутеневое в 23-м году в прошлом году. и частное затмение затмение в прошлом году. Итак, при этом та часть Луны, на которой падает так, оказывается темной, падает тень Луны, оказывается темной, но часть Луны даже в максимальной фазе затмения остается в полутени и освещается солнечными лучами. То есть у нас она все равно даже ушла в тень, но попадает все равно не в свет, а в полутень. если у нас часть Луны уходит в тень, а часть в полутень. Наблюдатель на Луне, находящийся в полутеневой зоне, видит частное затмение Солнца и Землей. Да, если вам посчастливится побывать на Луне, то можете наблюдать частное затмение Солнца и Землей. То есть для жителя Земли Земля закрывает Солнце. Угу. Угу. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Я вижу, вы тут провели предварительно объяснение, что такое затмение солнечное и лунное. Вы оба успели объяснить, да? Нет, я здесь только лунное. Понятно. Но мы как, мы начнем? Да, можно начинать, в любом случае запись будет, и людям выше. Хорошо. Вы уже записываете, да? Да. Я могу новую запись начать, если... Давайте, давайте новую, но... Давайте новую. Угу. Вы же потом можете